Я знаю, кто этим занимается, сэр, с просьбой. Отсюда и друзья Москвы, если вам начнут завыкнуть уши и говорить, что вы у нас это сумасшедшая, вы меня спросите, если вы учитесь. В этот день в Кривеческом музее награды, назначенные главой государства, вручали профессионалам разных сфер. Это и спортсмены, и экономисты, представители правоохранительных органов, а также сферы культуры. Событие проходит несколько раз в год, однако в этот раз церемония прошла нестандартно. Это самая дешевая награда, это для меня унижение, и поэтому я не ради пиара, не ради чего, я просто от нее отказалась. По словам вокалистики, награда, которую она давно ждет, это звание заслуженной артистки России. Однако, несмотря на многолетний опыт и любовь слушателей, никакого отлика на ее заявки не последовало. Девять раз были поданы документы, доходили до разных инстанций, может быть, где-то здесь под скатертью валялись, как мне сказал один наш работник, и до Нижнего доходили, и доходили до Министерства культуры РФ, и даже из комиссии при президенте они однажды были завернуты, без объяснения, просто завернуты. Я предполагаю, кто это делает, это местные руками тамошних по просьбе. По словам Татьяны Васильевны, обстановка филармонии оставляет желать лучшего, и артисты, которые долгие годы работают в этом месте, сталкиваются с неуважением со стороны начальства. Певица призналась, что ее часто не включают в концертные программы, без объяснения причин, что впоследствии отражается и на зарплате. В областной филармонии нам отказали в комментарии, сославшись на отпуск руководителя и отсутствие представителей учреждения на церемонии награждения Буйносовой. Настолько напряженная обстановка. Не знаешь, придет и что сейчас будет, и куда ты полетишь, и куда тебя пинут. Знаете, вообще-то надоело. Мы обратились за комментарием в Министерство культуры. Ответ смотрите в ближайшем выпуске новостей. Но я думаю, что после этого обращения губернатор, приехавший новый человек, не знающий всего этого, он должен отреагировать обязательно, потому что так жить нельзя. Я надеюсь на то, что все-таки он как-то среагирует. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила... Банесса Петерс, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.